Только мечи не знают усталости А тема сегодняшней встречи – эмоциональное выгорание Что это такое, какие факторы к нему приводят и как себя уберечь Обсудить эти вопросы к нам пришла Дарья Заглядина, социальный психолог Здравствуй, Дарья Привет, добрый день У нас сегодня такая тема – выгорание Мне кажется, что большинство людей с ней так или иначе сталкивались Все про это слышали, но не все знают, что это такое В твоем понимании выгорание – что это за феномен такой? Да, так или иначе сталкивались, так или иначе видели, слышали И сейчас это, мне кажется, очень такая распространенная сложность Потому что очень много информации, очень много процессов, которые мы вынуждены ежедневно обрабатывать Очень много событий И как раз из-за этой информации, из-за всего очень сильно распространяются требования к человеку как единицы И тем более выгорание к человеку как кроли человека, его рабочей функции, функции родителей и так далее И поэтому сейчас это очень-очень активно в обществе обсуждается И означает это такой перегрев Перегрев, когда человек не совсем замечает свое внутреннее состояние И у него происходит, что называется, да, burn-out, выгорание, американский термин Когда мы не заметили, что наши эмоциональные ресурсы истощились И пропустили какой-то вот этот момент, где надо было сбавить скорость Сбавить обороты в деятельности, в родительстве, в проектировании и всем остальном То есть в каких-то жизненных важных процессах Чаще всего стереотипно выгорание все-таки приписывают к трудовой деятельности, к профессиональной Есть ли профессии, которые наиболее уязвимы к этому феномену? В принципе выгорание изначально пошло как термин, который существует в помогающих профессиях И по статистике наиболее часто выгорают именно люди, которые занимаются помогающими профессиями То есть это психологи, учителя, социальные работники Люди, которые вынуждены по роду своей деятельности очень часто, очень много, интенсивно встречаться с другими людьми Общаться, помогать, так как это, естественно, требует очень много ресурсов внутренних Вот, наверное, эти профессии наиболее подвержены Хотя сейчас тоже есть такая тенденция, что от рабочих как раз процессов выгорают Ну и те профессии, которые даже не совсем сопряжены, да, там, с общением с людьми Так или иначе этот процесс все равно происходит И я думаю, что это связано еще, знаешь, с чем? С тем, что сейчас очень, ну такое Люди стали очень много предъявлять к себе требований Даже если ты там, например, программист, да, и ты не вынужден по роду своей деятельности часто общаться с людьми Ты все равно предъявляешь внутренне к себе очень большие требования Там, заставляешь себя работать, там, сделать как-то еще получше И вот, ну, таким образом выгорают даже те, которые, ну, те люди, которые не очень плотно общаются с людьми Вот, то есть такой внутренний еще конфликт идет Давайте глянем вот в этот механизм выгорания, да, то есть высокие требования к себе Как один из факторов, да, а что еще, что вообще запускает этот механизм? Ну, в общем и целом, если прям супер по-простому, да, это везде, где мы не даем себе должного отдыха Ну, условно говоря, прям, если очень сильно упрощать, да, потому что если мы работаем, например, без выходных Если мы работаем, например, и наша работа связана с постоянным, с каким-то, да, там, одно действие, условно говоря, да, там, делаем проект Только один проект сдали, следующий проект, сдали, следующий проект, да, то есть такой рутинностью, да, то есть вот такие вот какие-то моменты Если на самом деле, да, там, мы плохо обрабатываем стресс, например, и никак не даем себе какие-то вот, ну, плюшки Если, например, знаем, что у нас там непростой коллектив, да, и бывают же токсичные достаточно коллективы, да, бывают такие профессии И если мы точно знаем, что мы постоянно находимся, например, в стрессе, но при этом никак не обслуживаем, да, и не занимаемся тем, чтобы и в равной мере столько же было отдыха Ну, вот это все и приводит, да, что такое выгорание? Это эмоциональное истощение, да, эмоциональное истощение, которое очень сильно влияет потом на физические симптомы То есть появляется усталость, появляется вот эта раздраженность, нам ничего не хочется Ну, там, ну, если говорить сложными терминами, появляется деперсонализация, то есть это такое изменение отношения внутреннего к себе, да, и изменение отношения еще к людям, да, с которыми мы работаем Ну, то есть вот такой сложный комплекс, да, и это все о том, когда мы не замечаем и не компенсируем нагрузку и отдых в разных сферах То есть все упирается, по большому счету, в ресурсы, в ресурсное состояние? Да, по большому счету, да, на разных планах только, ну, то есть эмоции, физические силы и так далее, на разных уровнях А есть ли какие-то, потому что, когда речь идет о выгорании, такое чувство, что, как бы, говорится сразу о нем, как о чем-то свершившемся, что, как будто бы, ну, не существует профилактики этого дела Что в плане профилактики, можно ли как-то это учитывать в своей деятельности, чтобы не выгорать, ну, или выгорать поменьше? Ну, да, это гигиена такая, да, и это гигиена такая, которая выглядит в режиме, в абсолютно базовых, если честно, каких-то вещах То есть что это? Здоровый сон, качественный, да, там, достаточно продолжительный, чтобы это не было, что ты спишь по 5 часов Это гигиена в том, чтобы вот как раз контролировать, да, там, как ты справляешься с уровнем стресса, сколько его и так далее, да, там И туда тоже очень много подтягивается всяких моментов, то есть если, например, у меня достаточно много стресса на работе А я потом еще открываю ленту новостей, где тоже, например, очень много стресса, то есть гигиена такого, да, поступающей информации, да, поступающих процессов Как еще с этим можно справляться? Это просто замечать себя, ну, то есть вот учиться, опять же, замечать себя, да, на разных уровнях Тело, мысли, да, там, смена деятельности, очень хорошо помогает, вот, ну, какое-то такое переключение И вообще, мне кажется, да, для того, чтобы заниматься гигиеной именно эмоционального угорания Это рассматривать вот колесо баланса, я думаю, известная многим штука Это такой круг, где расписано очень много разных сфер, да, там, друзья, отдых, самореализация, там, семья, хобби, увлечения, ну, и так далее, да, там разные есть варианты Важно, чтобы мы, чтобы ни одна сфера была заполнена, да, потому что если у нас фокус, например, я концентрируюсь только на работе И работаю, 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 работаю без остановки, ну, тогда я тут и выгораю, потому что смена и распределение ресурса, это тоже, ну, очень важно Или в родительстве, например, все, вот я стала мамой и стремлюсь там на протяжении трех лет, да, стать лучшей мамой Все, давать ребенку Просыпается в пять Просыпается в пять, обязательно сразу же в передничке с готовыми сырниками, да, никогда не расстраивается, не обижается, не ругается на детей и так далее, да Если фокус только на теме материнства, погорание очень часто случается, потому что нет других областей, где можно, ну, подкрепиться, так скажем, еще энергией Мне нравится, как часто эксперты советуют помимо профессиональной литературы обязательно всегда читать художественную, потому что если ты, опять же, закапываешься, получается, только в профессиональную, а в художественной не отдыхаешь, то это все пагубно Да, согласна, поддерживаю Но, опять же, это может быть для кого-то художественная литература, да, а для кого-то просто, не знаю, два часа смотреть на яблоню Или там наблюдать восход солнца То есть сам факт того, что нужно там читать, понятно, разную литературу, но еще, помимо этого, важно замечать литературу сейчас тебе нужна, да, там, или горячая ванна, например, да То есть вот на этом уровне еще тоже важно улавливать свои потребности Я, как будущий гештальтерапевт, все через потребности, да, потому что, ну, это очень большой такой глубинный слой, который даст ответы точно на все вопросы Как тебе поддержать себя? Если поговорить не о, ну, там, каких-то ресурсах, да, а о смыслах Что-то в этой среде может стать нашей поддержкой для того, чтобы не выгорать Потому что я очень противоречивые истории знаю, там, про выгорание, что, допустим, те же медики выгорают чаще больше и дотла Именно те, которые приходят, там, спасать людей, там, у меня призвание, там, перетра, гвали Приходят и сгорают из своей, там, глубочайшей миссии всех спасти Ну, да, тот пример, который ты сейчас приводишь, он про что? Про то, что вот человек сидел, да, посвятил свою жизнь некой идее, да, и получается она настолько масштабна Что, ну, по факту она нереализуема, да, то есть какой бы ни был профессиональный врач Он все равно не сможет спасти всех Он все равно не сможет, там, всем понравиться, сделать что-то такое, что всеобъемлющее, да Потому что если мы ставим себе реализуемые цели, понятные Если мы ставим цели в разных сферах, тогда это понятно, это выполнимо Если человек ставит себе нереализуемую, очень глобальную цель и обслуживает ее со всех сторон И, грубо говоря, остального фона в жизни, в своей, да, все остальное становится фоном То тогда выгорание, вот здесь появляется почва, да, для развития выгорания Потому что, ну, условно говоря, если эта цель не получится, значит, я ничего не добился Да, у перфекционистов еще очень сильно эта тема распространена Потому что нет какого-то адекватного критерия, когда уже будет все, ну, достаточно Когда уже будет хорошо Когда ты уже дойдешь, там, до какого-то идеального макета Или, там, идеальной консультации, или идеального приема И когда вот эта вот, ну, сама идея, да, она такая вот нереализуемая И очень не про жизнь, не про настоящую жизнь Тогда велик риск, да, что мы вот, ну, загоним себя в такое какое-то состояние Что нам это надоест, и мы устанем, да, перегорим Ну, с другой стороны, вот эта формулировка все равно вот этой цели, этого направления Это что же может быть стать источником ресурса Это легендарная притча про людей, которые на большой стройке Человек подошел и спросил, а ты что делаешь? Я таскаю кирпичи, а ты что делаешь? Я строю храм, да, вот это вот отношение к своему делу, как к строительству храма И отношение как к тасканию кирпичей Поэтизация, да, как сейчас в корпорациях же очень модно Придумаем миссию нашей компании, да, называется Так как в рамках профилактики выгорания в том числе Как ты думаешь, может ли это как-то содействовать? Да, забавная история, что действительно раньше были очень миссии Компании крупной корпорации, миссию придумывали специально И все как-то ей так это, а сейчас это время отходит, да Я как бывший маркетолог тоже хорошо с этим знакома Я поняла твой вопрос, смотри, в чем тут суть Вообще выгоранию подвержено, да, и первый такой маячок Это как раз тоже, да, в исследованиях очень хорошо прослеживается Что первый маячок, когда человек склонен выгореть Это как раз, что вот он с головой погружается в какой-то процесс Да, там как-то вот идеализирует свою работу И вот действительно придумывает миссию своей деятельности Своим там поступком и так далее Вот В этом все хорошо Важно только то, чтобы это не становилось единственной важной идеей Ты можешь, ну, на протяжении всей жизни и жить без выгорания Очень сильно любить и быть действительно приверженным своей там деятельности, работе Видеть в этом призвание Но самое главное, чтобы были еще дополнительные какие-то сферы И чтобы это не превращалось, ну, что называется, идея фикс Понимаешь? Потому что если это, ну, действительно только то, чем живет человек То это есть, ну, какой-то момент, что вот действительно можно в другую сторону, да, зайти и перегореть Как красиво это преподнести у себя в душе, да, действительно храм я строю, да, или я просто ношу камни Ну, мне кажется, это зависит от такого общего уже психо-социо-какого-то такого вот очень сложного компонента каждого человека И на самом деле и то, и то можно делать с любовью, что строить храм, что носить кирпичи Главное, чтобы человеку это откликалось Вот как-то так, я думаю Главное, чтобы помимо этого процесса в жизни были еще процессы Давай еще проговорим про, значит, сейчас пытаюсь систематизировать, да, что еще мы делаем для того, чтобы профилактировать свое выгорание Значит, мы делаем баланс отдыха труда Следим за достойной оплатой труда, я так понимаю, что это тоже важная история Ну, да, да, конечно, потому что если человек вообще не понимает, да, как сказать, еще ради чего он это все делает Потому что финансовая составляющая, это все равно, ну, такой очень понятный каждому, наверное, да, элемент И очень многие, кстати, да, там боятся быть меркантильными или что в таком духе Нет, в любом случае ты должен точно соотносить как раз на внутреннем уровне то, сколько ты даешь и сколько ты за это получаешь И если ты действительно отдаешь много, да, но у тебя нет возможности там сходить на эти деньги Потом просто там сделать себе 10 сеансов массажа и как-то там компенсировать, да, как раз именно вот эту вот историю про отдых, про релакс, там, съездить в отпуск и так далее То, конечно, это еще усугубляет сильно все процессы Что касается самой помощи, это режим, это забота о себе в тех вещах, которые, знаешь, не откладывать удовольствие на потом Потому что в такой ситуации еще очень часто происходит, знаешь, какая история Типа вот я сейчас 2 года поработаю без выходных А потом как уеду на месяц? А потом как уеду на месяц? Ну, чаще всего ты потом либо уезжаешь на месяц и ничего не чувствуешь, потому что чувствительность просто уничтожилась за эти 2 года Ну, жестким вот этим стрессом, да, перенапряжением Либо ты понимаешь, что все равно это несоразмерно То есть, может быть, чувствительность и присутствует, но ты понимаешь, что там, не знаю, после 2, например, лет такой работы нужно отдыхать там минимум полгода, да, чтобы вот восстановить То есть, это режим во всех отношениях временной, режим сна, режим питания, режим контактов с людьми Потому что, да, там, это же тоже энергозатратно общаться с людьми В смысле, изолировать себя периодически Но если ты чувствуешь, например, что у тебя, ну, действительно, там, после работы у тебя нет сил идти, там, встречаться с друзьями В шумную, например, компанию, а ты все равно заставляешь, потому что ты должен Ну, это, естественно, тоже, да, как-то влияет, потому что, в общем и целом, идет минус, да, такой Вот, и это вот, ну, такая забота о своем комфорте каждую секунду времени Которая складывается из, ну, из всего, что происходит Еда, сон, питание, рабочий график, физические нагрузки, социальные контакты, информационная Вот эта вот вся история, да, потому что нужно тоже там проверять Сколько информации попадает, сколько информации остается Если я прочитала новости, и меня там тахикардия, понимаешь, что какой тут отдых Вот, если я знаю, это надо, ну, то есть тоже от этого нужно жизнь очищать Вот, и, естественно, в другую сторону, наоборот, пополнять ресурс Замечать, что я люблю Что приносит мне вдохновение Что там в моей работе меня радует Ради чего я это делаю, да, там какие-то устраивают смены Обстановки Смена работы Смена картинки даже визуальной Там смена даже положения в кресле Вот я работаю психологом, это очень важно То есть вот много часов идут консультации, например, да, я с клиентами разговариваю Если я сижу в одной позе все время на одном и том же стуле Ну, потом там начинается сложность с поясницы там и так далее, да Даже это вот обращать внимание, что пошевелиться там Как, знаешь, гимнастику в детском садике делают Встать пятиминутку между консультациями себе Оставить для того, чтобы дать организму как-то немножечко, чтобы кровь пошла по-иному Вот, то есть это забота в такой, знаешь, очень максимальной степени, насколько это возможно, да И уход от того, что тебя очень, да, или минимизация тех процессов, которые забирают ресурс И подсвечивание, да, увеличивание тех процессов, которые тебя питают Кстати, упражнение такое можно делать В течение дня, например, там расписать вот Там я проснулся, там я готовлю завтрак Там это плюс 10, например, к моей батарейке Я потом отвел ребенка в детский сад Там, не знаю, меня это вымотало, потому что, там, не знаю, не люблю его одевать, раздевать Да, там минус 30 И вот так вот можно хотя бы один денечек проверить Сколько у тебя по итогу к вечеру остается ресурса, да, баланса там Ну вот по твоему внутреннему ощущению Я думаю, что тоже сразу станут понятны перегибы в ту или другую сторону А потом самые минуса делегировать кому-нибудь Да, как вариант делегировать А еще очень много, мне кажется, в жизни можно же Очень много, мне кажется, в жизни процессов, знаешь, которые мы делаем А которые, ну, непонятно, зачем мы делаем, если честно Там, ну, что-то такое, что вообще не дает Много лишнего, много спорим, много ругаемся Там, не знаю, какие-то конфликты, например, в очереди Так ли это важно? Или там, вот у нас есть чат на поселке Так ли важно, да, там, каждую секунду что-то комментировать, например То есть очень много, мне кажется, у каждого человека современного Можно найти вещей, которые спокойно можно вычеркнуть Суеты Чтобы сделать жизнь чуть более приятной Как это сейчас даже направление есть, это эссенционализм называется, да Когда ты сокращаешь все это лишнее, сосредотачиваешься на главы Да, сосредотачиваешься на себе Если каждый о себе позаботится, обо всех будет позабочено Золотые слова Я еще общалась, в общем, с медицинской сферой В том числе, потому что они как такие, прям, целевая аудитория темы выгорания И они придумали такой способ, тоже отчасти для профилактики выгорания То есть именно, ну, то есть, как ты говоришь, что рутинизация вызывает в том числе это выгорание Они придумали, там, клуб читающих врачей Что когда, ну, то есть ты как эксперт Не только в кабинете в своем работаешь, да Ты, ну, как бы новую грань своей экспертности раскрываешь И ты уже как лектор То есть и коллеги на тебя смотрят с новой стороны, да И ты новую какую-то грань осваиваешь, возможно, там, неведомую для тебя Вот, что вот двигаться внутри своей карьеры в разные точки какие-то, на разные грани Это тоже, получается, является способом Да, но я бы здесь, знаешь, не то, чтобы сказала Я бы на шаг раньше рекомендовала посмотреть на этот вопрос Знаешь, почему? Потому что, например, я точно знаю таких людей Которых рутина, например, не вводит в состояние перегруженности, да А наоборот расслабляет То есть вот я знаю, например, людей, которые работают Вот, ну, например, моя знакомая Она работает в бухгалтерской сфере Многие годы Это совершенно ее никак не, ну, как сказать Эмоционально не угнетает И тут вот смотри, да, почему я говорю на шаг раньше Потому что изначально ты должен тоже что-то про себя такое очень важное понять Да, а что вообще нужно Потому что вот я, например, человек, который бесконечный фестиваль Мне постоянно нужно что-то, да И даже там сейчас обучаясь в институте, да, гештальта Я постоянно, то есть выношу эту тему на супервизию Как мне вот с такой вот энергией, постоянным вот таким вот запалом, да, реализовываться, да А есть же люди совершенно другие по динамике Есть люди, которым рутина нужна, да И здесь важно вот это понять И уже от этого двигаться Потому что кого-то, например, расширение, да, как ты говоришь Профессиональных вот этих обязанностей Может наоборот там расшевелить А кого-то наоборот будет угнетать Потому что я там сидел в своей коробочке Мне было комфортно И все в таком духе Мне сейчас заставляют там чего-то куда-то делать, выступать И наоборот это может быть, ну, таким, знаешь, стрессовым фактором Что касается смены обстановки Возможно, да, то здесь я согласна Что просто менять какой-то фокус Но опять же все равно идти за тем За аутентичностью Да, да А мне точно это нужно Потому что, вот знаешь, даже Вот эти способы преодолеть, да, выгорание Мне кажется, они для тебя и для меня будут разные совершенно Ну, то есть есть какие-то условно-универсальные, да, какие-то позиции Там типа это Но так или иначе Все равно это будет что-то пора разное Там тебе уехать Мне наоборот там отлежаться дома Тебе посмотреть сериал какой-нибудь турецкий, да А мне там, например, почитать литературу Да, когда ты говорила про литературу еще тоже Может меня вообще там не занимает чтение И мне будет это бесполезно Пока готовилась к интервью Нашла фразу про то, что выгорание сотрудника Это ответственность коллектива Что, ну, не только ты там сам что-то не доспал, не доел Там как-то о себе не позаботился Что коллектив тоже может стать источником, причиной или фактором Вот этого выгорания Как думаешь, исходя из своего опыта, видения Имеет ли место быть такое? Безусловно Потому что, ну, начнем с того, что это все корпоративная культура, да И так или иначе, все равно каждый коллектив, каждая группа людей Она все равно обладает определенным набором, ну, своих черт, да Своих особенностей И, безусловно, если, например, ну, то есть дружелюбные коллективы, да Где тебя могут поддержать, где, там, тебя не булят, да И не критикуют очень часто, не отчитывают постоянно, там Ну, то есть поддерживают, постоянно как-то дают тебе силы двигаться дальше, да Что-то реализовывать и так далее Естественно, в них меньше, да, таких историй А когда-то коллектив является токсичным И некоторые, между прочим, компании, они прямо на этапе собеседования Я была лично в такой истории, когда я устраивалась в одну организацию Мне прямо на собеседовании сказали, что коллектив достаточно токсичный Вот Хорошо, что предупредили Да, хорошо, что предупредили Ну, и, естественно, в таких коллективах, ну, понятно, что в общем и целом, да Когда заряд вот этот вот негативных каких-то эмоций, он выше, да Градус вот этих всех эмоций тоже выше Этого всего больше Ну, естественно, ты выгораешь быстрее, потому что, когда ты сталкиваешься с равнодушием Когда ты сталкиваешься с каким-то обесцениванием А то и под коверными играми, будем честно Без... Конечно, сто процентов, да Такая история не очень приятная, что бывают же руководители, которые, например, общаются только там с использованием мата Или там используя... То есть есть такие же специальные приемы, когда стимулируют якобы сотрудников эмоциональными такими унижениями, оскорблениями Да, это, я думаю, существует И ни для кого это не секрет Такое все равно в практике есть Ну, и вот эти все способы, конечно, они способствуют больше Поэтому, ну, очевидно, что в коллективе... А когда этого еще много... Коллектив это что? Это же, да, это группа И это не когда ты один, а когда, например, на тебя... Там, не знаю, для меня это... Знаешь, сейчас разговариваю И ассоциация какая-то пошла со школьным буллингом, да То есть когда, например, ты один, а там все против тебя и там тебя не поддерживают То, естественно, ну, тебе менее хочется ходить на свою работу, выполнять какие-то обязанности Если это не замечают, не ценят, критикуют и так далее Ну, естественно, ты попадаешь в такой пузырь под названием А что я здесь вообще делаю? Нужен ли я? Да, и там очень большая идет работа Там, ну, самооценка, вообще самоценность, собственное достоинство Все эти такие опоры, которые должны быть у каждого человека базово Они, конечно, начинают очень сильно расшатываться А если говорить о родительском выгорании, да, мы уже проговорили, что выгорание бывает не только в профессии, да, а вообще в любой роли буквально Чем родительское выгорание отличается от профессионального? Чем его особенность? Хочется пошутить, знаешь, сказать, что там начальник просто без выходных Вообще в отпуск не уедешь, потому что в материнстве у тебя начальник, который топает ножками, который постоянно кричит И, ну, как бы с ним непросто Да, распространенная тоже история На самом деле, мне кажется, не очень-то и отличается Есть свои специфические, да, какие-то такие черты, что, ну, вот начальник у нас круглосуточный Я просто сейчас... Крайне сложно его поменять Да, и крайне сложно его поменять Я сейчас просто говорю, да, из личных каких-то таких очень эмоций Потому что у меня ребенку вот недавно исполнилось 2 года И я как бы тоже в таком... Сейчас мы постепенно приближаемся к кризису 3 лет И вот это вот все я сам, все вот это вот им надо Это такие нахмуренные брови А в принципе, ну, идея та же самая, да, что ты работаешь без выходных Что ты постоянно на подхвате, что ты решаешь там Ну, тебе как-то вынуждено, да, очень многие мамы скатываются Ну, говорю про мам, потому что в большинстве, наверное, да, все-таки это про мам речь Идут за каким-то идеалом таким, что я должна быть идеальной мамой Очень высокие стандарты Да-да-да, то есть сами внутренние установки, они ставятся на такой очень высокий уровень И, естественно, никто никогда не видел и никогда, я думаю, не увидит какого-то портрета идеальной мамы Но тем не менее мать, это святое Да, но так или иначе девочки интуитивно начинают к этому стремиться И вот получается, что они бегут, знаешь, как... За горизонтом Да, бегут за горизонт, это как у ослика, знаешь, морковочка вот тут висит, и он бежит Морковочку никогда не достать, потому что, ну, это невозможно Ну, и вот выгорание, оно основывается как раз на вот этом процессе Что ты постоянно предъявляешь к себе требования, не даешь себе отдыха Потому что там, если ты провел день вдали от семьи, ты начинаешь чувствовать вину Как же там без меня И вот это все делегирование, потому что это тоже, да, уже говорю про то, как от этого уйти, да То есть, опять же, отдых, делегировать обязанности, потому что с твоим малышом может быть не так хорошо Но так или иначе справятся точно папа, бабушки, дедушки, няни и так далее Есть многодетные матери, а есть многоматерные дети Из детей делать многоматерных детей, чтобы много мам было Ну, потому что это действительно так И здесь, знаешь, я думаю, важна еще такая мысль про... Это жизнь другого человека Твой ребенок, это так или иначе, он маленький, он очаровательный, но это другой человек И когда мамочка погружается полностью в жизнь другого человека Ну, это все равно дает такой побочный результат, что ты перегораешь этим, да И поэтому я вообще не очень люблю эту идею И думаю, что сепарироваться нужно, начиная с самого начала Понимать, что один день выходной от родительства в неделю, это нормально Да, там, или несколько часов сна, там, днем с ребенком, в отдельной комнате Это нормально, да, то есть, такие вот мелочи, которые помогают И у нас традиционно есть вопрос ко всем экспертам, да Мы просим что-то порекомендовать нашим зрителям Какие-то книги, фильмы, упражнения Что можно почитать, сделать, посмотреть, чтобы стать более компетентным, просвещенным в этой деле Я бы сказала так, что нужно смотреть те фильмы, которые заряжают Нужно смотреть те статьи, например, да Искать те материалы, книги, ту литературу, которая вдохновляет Потому что что толку людям, которые, например, находятся в состоянии выгорания Еще читать про выгорание, да Ну, то есть, как будто какая-то такая, знаешь Порочный круг Да, порочный круг И, конечно, важно что-то знать Но я думаю, что главное это вот, ну, знать и чувствовать хорошо себя Из такой, знаешь, рекомендации, наверное, я бы дала рекомендацию Не бояться и не стесняться этого процесса Потому что, как вот к депрессии у нас в стране еще до сих пор не преодолены, да Стереотипы, что, да, что ты просто ленивый Что этого не будет, там, соберись, что ты там, в общем-то Я бы рекомендовала, да, если вы замечаете, что тяжело Если не получается, если постоянные слезы Если постоянная апатия Если утром ты просыпаешься и понимаешь, что ты не хочешь просыпаться в этот мир Обращаться к психологам Обращаться к психотерапевтам Обращаться к психиатрам, да, там, потому что, в принципе, это состояние, которое способно довести до достаточно сильных изменений, да Потому что там и когнитивная сфера, да, там, и социальные контакты Это все же, ну, подвергается изменению И моя рекомендация вот здесь замечать себя и заботиться на этом уровне тоже, да То есть выбирать то, что хочется Подальше Убирать то, где грустно, плохо, тяжело, невыносимо Нет воздуха, да, там, чтобы дышать И не стесняться, не бояться как-то, ну, просить помощи Потому что это очень важно Спасибо большое за этот полезный, содержательный разговор Хочется верить, что зрители наши станут гораздо устойчивее к феномену выгорания А следующая наша встреча будет посвящена психосексуальному развитию Что это такое, какие стадии у него есть И как поговорить с ребенком о сексе Обсудим, до встречи Субтитры сделал DimaTorzok